первой новостью будет то что игромани составила рейтинг лучших малобюджетных игр 2023 года первое место в котором заняла игра болтган это сразу говорю у меня тут выведенные новости и выведенные тезисы а я комментарии даю уже независимо от этого вот всего так вот если опираться на тезис который я сюда вывел этот вот это следующее согласно мнению сотрудников сайта игра завоевала сердца многих игроков своей простой графикой незамысловатым сюжетом позволяя игрокам испытать острые ощущения от роли могущественного космического десантника несмотря на минимализм игра эффективно передает мрачную атмосферу warhammer 40 ну касаемо первого места ничего не скажу не так часто играю в малобюджетные игры хотя по warhammer на самом деле практически все выглядят как малобюджетные игры но это сейчас не так важно но куда интереснее именно сама игра сама игра у меня с ней довольно такие знаете плавающие ощущения потому что мои первые вот именно ощущение не было негативное у меня было стрим с первым впечатлением вот вам скриншот возможно будет вырезка оттуда если нет то вот путь здесь вырезка с обзора я высказался скорее там более отрицательно посчитал и скучный однообразный тем не менее именно в своей атмосфере я считаю что она но в своем жанре она хороша но вот теперь у со временем я понял ее вайп и и настроение и и направление и я могу сказать то что в своем вот именно жанре она безусловно хороша она заслуживает того чтобы в нее играли она безусловно не настолько проработана она имеет не настолько много деталей как хотелось бы но это и принципе является знаете некий некой основополагающий деталью подобного жанра игры вот и именно поэтому эта игра собственно является малобюджетный она позволяет вам расслабиться эта игра то что вы расслабились да можно выставить хардкорный режим это для именно хардкорщиков но вот именно если вам нужно расслабиться в этом духе то в данном жанре игра для вас просто прекрасно пожалуйста играйте расслабляйтесь и кайфуйте от него вот так вот теперь переходим ко второй новости а второе новости у нас является очень интересной и довольно значимая для вархаммера вархаммер комьюнити объявил что games workshop и amazon studios подписали полное соглашение о переносе вселенной вархаммер 40 на экраны наконец-то на самом деле если кратко пройтись по деталям то следующий этап проекта это проработка творческих деталей написание первого сценария и запуска его в производство сейчас собирается элитная группа сценаристов чтобы чтобы перенести сеттинг и персонажей на экран генри кавилл выступает в качестве исполнительного продюсера и производство теле и кинофильмов кстати говоря тут и сериалы и фильмы получается это огромный труд и может пройти от двух до трех лет прежде чем мы увидим фильм на экране ну что ж я безусловно рад на самом деле этой новости мы наконец-таки сможем но к сожалению это если не так скоро хотелось бы но тем не менее уже есть вот официально прям полноценное подтверждение давно до этого были слухи у нас были и заявление да вот есть какое то подписание такого-то договора есть какие-то согласования но нет никаких вот полноценных вот таких вот новостей которые говорили бы что вот все точно подписано вот теперь точно генри кавилл занимать эту должность его точно это разрабатывается И вот теперь мы наконец-то реально увидели то, что у нас есть факт подписания У нас есть факт новости Мы прочувствовали этот момент Мы сейчас находимся на той ступени, когда Вархаммер начинает полноценно перерабатываться Мы заметили, наверняка многие из вас заметили за последние годы Вархаммер очень стал преображаться Был Вархаммер ТВ, основной канал на ютубе Было все довольно закрыто, комментарии закрыты Выходили ролики довольно странного формата Это, знаете, был скорее канал, где они просто объявляли о чем-то новом и все А теперь это же, ну, это просто канал Вархаммер, который полностью тебя перелопатил Они по-другому абсолютно работают в своем комьюнити Теперь это канал, на котором они объявляют какие-либо новости, конкурсы Это рассказ о каких-то новинках Это какие-то выпуски, где они показывают новые фигурки То есть, ну, в принципе, суть одна и та же Но именно подход к подаче информации абсолютно поменялся И это круто, безусловно Ну, опять-таки, возвращаемся к основной новости, о которой идет речь Это фильмы, сериалы по Вархаммеру И вот, тем не менее, возвращаясь, опять-таки, к предыдущему Да, вот они начали заниматься анимационными сериалами И теперь вот они переходят к более полноценным фильмам То, чего, возможно, многие ждали И непонятно, конечно, на чем это будет основываться То ли это будет экранизация какой-то книжки То ли это будет, скажем так, экранизация какой-то Скорее, ну, не скорее, вернее, а экранизация какого-то комикса Или это будет именно про... Часто вот ходили случаи, что снимается или планируется что-то про Инквизит Рейзен Хорн Не знаю, будет ли это по факту Но, честно говоря, сомневаюсь именно конкретно в этом Вот в этом моменте Если так посмотреть, на самом деле, вот Они сейчас больше работают именно над вселенной Именно Вархаммер 40 Не Ериси Хорнса, а вот над Сорокомником И, возможно, вот первые проекты как раз-таки будут связаны с Сорокомником Вот, я так считаю И очень печально, что мы не увидим так скоро эти проекты Но, тем не менее, не знаю, почему у меня есть определенный кредит доверия к Генри Кавиллу У меня есть определенный кредит доверия к данным проектам То есть, я верю, что Amazon Studios в сотрудничестве с Генри Кавиллом создадут именно то, что понравится Ну, хотя бы, как минимум, мне понравится Как минимум, мне Ну, и, надеюсь, конечно же, и вам тоже Следующая, третья новость у нас будет то, что разработчики Вархаммер Верментай 2 Приглашают всех протестировать соревновательный режим Соревновательный режим Версус В общем говоря, это не Версус Баттл И это, ну, шутка, короче, не удалось Вот, опять-таки, краткие тезисы Разработчики Вархаммер 40 Верментайд 40 Все, извините Вот парочку тезисов, опять-таки, которые я вывел Это то, что режим был анонсирован, собственно, в июне 2019 года Но, да, еще тогда, собственно, не уточнялось Подать заявку можно будет по ссылке в описании Либо по QR-коду, который переведет вас в мой телеграм-канал Где вы также увидите ссылку И сможете там это пообсуждать, если вас мало ли Может вас добавить Будьте моим инсайдером, так скажем Будете мне присылать новости И, возможно, об этом буду рассказывать в своих дальнейших выпусках Вот подо мной Вот программы В режиме Versus будут участвовать две команды По четыре игрока в каждой Одна команда играет за героев Другая за скайвинов И далее это у нас режим Рассчитан на соревновательный геймплей И будет иметь рейтинговую систему Что, конечно, хорошо, на мой взгляд И точная дата, опять-таки, неизвестна На самом деле, данный режим довольно интересен Хотя я до сих пор не представляю Как он должен быть реализован с точки зрения баланса Потому что это очень трудно реализуемо Чтобы именно Вот персонажей Вот вы играете за основных персонажей Верментайда Это вот там Сиена Виктор И все вот в этом духе У них определенные обилки У них определенная сила И, соответственно, вот Есть определенные способности И у скайвинов Вот этих вот спецврагов За которых нам придется играть И непонятно, на самом деле Как будет выдержан баланс в этой игре Вот для меня Вот это является самым большим вопросом Я подал заявку и рекомендую вам Это тоже, собственно, сделать И в игру я в эту наиграл много В самом Верментайд 2 Это, в принципе, является Мой любимый герой по Вархаммеру Если вот не выделять там сроковник Да, вот именно просто Вархаммер этому является Мои самые любимые герой Вот именно Верментайд 2 Не понимаю, чего ждать от этого режима Но, тем не менее, очень обожду И хочу его протестировать И поделиться с вами новостями И первым впечатлением Я постараюсь все-таки по контенту Работать побольше А вот этот вот формат Вам будет тестом в режиме И вот именно в таком вот формате Будут все мои выпуски выходить Расскажете, собственно, вам будет интересно Или нет Видите дальнейшие мои выпуски Голос пережимается Непривычный формат для меня Собственно, вот А следующие новости Четвертый и заключающий Будет у меня то, что Третий том эпической кульминации Осады Теры, Дены Абната И все Ереси Хоруса Почти готов Тезис, который я вывел Здесь, собственно, один Это Осада Теры Конец и Смерть Называется так, я так понимаю Это книга Финальный том Эпической саги Ереси Хоруса Дены Абната Предзаказ будет доступен В ближайшую субботу Ну, это уже было От новых просто устаревших Многие их просто собирали Именно основные Поэтому вот как-то так Тираж ограничен Двумя с половиной тысячей Экземплярами Специального издания Включающего обложку Из кожи Металлической Металлического Короче, значка Золотой фольги И позолоченных страниц Именно краев Вернее страниц И подпись будет автора И внутри будут всякие Иллюстрации Это мдухи сорян Мне очень трудно Надо было перечитать сначала Все, а потом уже Начинаем записывать Но я решил так вот Спонтанно сделать Так будет намного лучше Сразу с первого дубля Все вот так вот записать Так вот Касаемо данной новости Ничего не скажу Не читал Ни одну Нет, почему вру Нет, читал Не уверен Не помню, как называется книжка Но я читал именно По Ереси Хоруса Вот именно По себе книжки Но вот конкретно Вот эту серию Я не уверен И вот К сожалению Не так много читал Книг по Ереси Хоруса Но возможно Мне это стоит сделать Для меня просто Куда интереснее Не лорная составляющая А куда более интереснее Именно сама сюжетная Составляющая Подобных книг И если вот вы Допустим читали И вам это интересно То пожалуйста Напишите мне в комментариях Какие мне нужны Какие бы вы могли Мне порекомендовать Почитать Почему вы считаете Их интересными И все в этом духе Вот И надеюсь Что Вернее не надеюсь Я думаю Что для фанатов Вархаммера В принципе Это большое событие Тоже И в том числе Я считаю Что это Значимое событие Для тех Кто следит за подобные Вот серии книг Вот И в принципе Все Это весьма Комментарий Это был первый Тестовый выпуск Программы Фастеболт Ваха Который будет Выходить на моем канале В неопределенный срок В неопределенное время Это не будет Так что Это будет Там Два выпуска В неделю Или Там Не знаю Сказано Тоже Это не будет Из разряда Там Не знаю Два видоса В месяц Это может Выходить и три А может быть и два А может быть и один В зависимости от того Как я в итоге Посчитаю Более правильно Это будет Такой Спонтанный Простой выпуск Это для Выполнения Плана Месячных видосов Плюс ко всему Это Для вас Простой способ Узнавать О каких-то Определенных Новостях Плюс ко всему В Подобном антураже Где я параллельно Высказываю Свои мысли Плюс ко всему Для меня Это опыт И Позволяет мне Разрабатывать Мою речь И научиться Работать В подобных Вот форматах Видео Я очень Отвык От подобного Вот формата Мне очень сложно Было Вот Те кто сидят В моем телеграм Канале Ссылка будет В описании QR код Здесь тоже есть Я там Рассказывал Что для меня Это очень Было трудно У меня там И оборудка Падала У меня там В принципе Были такие Проблемы Что я Записывал Два часа Пытался записать Про первую новость И у меня вообще Ничего не получилось Там я На стриме Даже рассказывал Почему у меня так получилось Там еще не рассказывал В канале Конкретно И вот Все в этом духе В общем говоря Всем спасибо за просмотр Желаю вам Приятного Время провождения Ко мне тут Пришла котейка Сфинкс Канадский По имени Фрея Да хренит вас бог император Всем пока